Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня в передаче «Смотрите, кто пришел» принимает участие наш гость Александр Октябринович Прохоров. Я сейчас проговорю, это важно. Заслуженный профессор Казанского университета, доктор психологических наук, обладатель медали Выгодского Российской Академии Образования, заслуженный работник Высшей Школы Российской Федерации, лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования, трижды победитель в национально-профессиональном психологическом конкурсе «Золотая психия», заслуженный деятель науки Республики Торстан, член экспертных комиссий и мастер спорта по тяжелой атлетике. Все это ко мне точно относится. Психология состояния является частью, входит в систему общей психологии, правильно, да? Да, конечно, конечно. И сколько лет, получается, Вы уже этой темой занимаетесь? Если так вот говорить, фактически состояниями мне было интересно, даже когда я еще и специально ее не занимался. Понимаете, так, потому что, когда ты поднимаешь штангу, ты работаешь со своим состоянием. Ну, штанга 200 килограмм. Ее оторвать от земли тяжело. Надо собраться, собрать себя, вот, все свое, всю свою психологическую, как бы, так сказать, организацию, конструкцию, всю свою физиологическую конструкцию, единое целое, взорваться силой и этот вес поднять. Ну, например, я говорю, да, взорваться силой. То есть это проблема фактически состояния. Если ты это не можешь сделать, не войдешь в это состояние, ты ничего не сделаешь. Ага, то есть речь идет о том, что Вы изучали, если говорить простым языком, что человек постоянно находится в каком-то психическом состоянии, да, постоянно? Абсолютно, да. Но Вы изучали именно тот аспект, что для того, чтобы совершить какие-то действия, то есть конкретное состояние, там, допустим, вот это вот сбор энергии, или наоборот, состояние, там, я не знаю, расслабления, гипноза, медитации, вот это все являлось предметом Вашего изучения? Конечно, это значит, вот, проблема с состоянием. Ну, и в силу того, что как-то так вот и первая диссертация, и вторая, то есть вторая была продолжение, как бы, первой диссертации, вот. Ну, и потом это близко очень было, потом это было совершенно неизведано, потому что в огромнейшем количестве публикаций, которые в мире выходят, это все публикации посвящены когнитивным процессам, свойствам личности в разных вариациях, в разных, так сказать, вот, проявлениях и прочее. А процент исследований в области состояния очень небольшой. Это обусловлено тем, что состояние имеет, как бы, векторы и в сторону процесса, и в сторону свойств. И они занимают промежуточное положение, являются носителями того и другого. И как отчинить одно от другого, было очень чрезвычайно сложно. Фактически надо было создавать какую-то, ну, такую концептуальную основу, которая могла бы это сделать. Понимаете, исследовались состояния, они назывались функциональные, то есть состояние работающего человека. Вот, скажем, он работает за конвейером, ну, это его состояние, скажем, вот, оператор состояния, лётчик, который летает там, то есть, когда человек работает с чем-то, с аппаратурой, всё. Но это отдельный класс состояния, отдельный класс. Ну, и вот удалось создать такие определённые концептуальные основы, вот это вот исследование этого явления. Ну, они, собственно говоря, были, легли в основу докторской. И в дальнейшем развиваться, знаете, в этом направлении. Ну, и вот за эти 20, сколько я, 92-м году защитил докторскую диссертацию. Ну, а сейчас докторская... Почти 30 лет. Почти 30 лет. Почти 30 лет, да. То есть, создалось такое направление, которое, в общем-то, да, позволило создать магистратуру по психологии состояния, которой нет в стране, да и за рубежом нет её. Ну, и подготовить учеников, которые могут в этой магистратуре работать, и которые развивают это направление, понимаете. Тут у нас, как бы, четыре направления, в которых развивается вот это исследование в этой области. Это первое, мы исследуем состояние как явление, то есть структура, функции, проявления, т.д., т.п., так сказать. Базовые какие-то такие вещи. Да, то есть вот базовые такие вещи, которые являются фундаментом вот этого явления. Второе направление, связанное с изучением влияния структур сознания на состояние, то есть взаимоотношения ментальных процессов и характеристик, и состояний. И третье направление связано с изучением регуляторных процессов, то есть как регуляция и саморегуляция влияют на состояние. Ну, и, конечно, четвёртое – это создание, в общем-то, учебно-методической литературы, учебников, практикум, пособий и т.д. т.п. Я сам занимался гипнозом, таким, ну, классическим, императивным, я бы сказал. Даже исследования проводил в этом плане, как влияет гипноз, скажем, на усвоение языка иностранного. Ну, и многое такое другое. Со спортсменами работал, с некоторыми лицами, которые просили это сделать, потому что нуждались и т.д. Но, как бы, так сказать, вот, систематических таких исследований, системных не было. И только вот как-то несколько лет назад мы выиграли грант, я руководитель, грант на исследование повседневного трансового состояния. Понимаете, то есть фактически исследования позволили выделить класс повседневных трансовых состояний. Самое интересное, транс, понятно, наведенный транс в гипнозе – это обычное явление, как бы, так сказать, врачи этим занимаются, психотерапевты. А оказывается, в повседневной жизни мы эпизодически входим в транс, выходим, входим, выходим, сами не замечаем этого. Ну, и вот нам удалось создать определенные методики, и посредством нарративных, так сказать, вот, описаний этих состояний мы этот класс выделили. Вот, и даже более того, у нас книга появилась в повседневной трансовое состоянии. И даже выиграли золотую психею вот за эту вот, за эту работу, за эту книгу, монографию, потому что это совершенно новый класс. Ну, я хочу сказать, что вот достоинство повседневного транса, это надо сказать, это как бы подключение человека, когда мы в такой транс впадаем повседневно, не замечая сами того, это подключение человека к энергетическому ресурсу, это во-первых. И второе – это подключение к тому опыту, который мы не осознаем, сами не осознаем, и в котором есть решение той проблемы или задачи, вот, которая стоит при тобой, социальная, может быть, задача, чаще всего, какие-то вот такие проблемные вещи, когда ты не можешь найти. И ты непроизвольно входишь в транс, не специально, я подчеркиваю, а появляется решение где-то из глубин. Пример какой-нибудь приведите? Ну, например, едете в транспорте, эпизодический раз, когда долго едете, вы входит в трансовое состояние, не замечаете время, не замечаете, как бы на трансах, то есть вышел, нашел, смотрел на природу, в окно автобуса, например, погрузился в это состояние. Оказывается, во всех профессиях это происходит. Студенты на лекциях 3-5 раз погружаются в транс. Преподаватели, кстати говоря, в транс входят на лекциях. Люди, которые на конвейер работают, в транс входят. Это, знаете, повседневный транс. Может быть, это происходит, потому что, ну, человеческой психики нужно в этом трансовом состоянии немножко как бы перезагрузиться, как бы переключиться, то там абсолютно правильно говорите. Абсолютно правильно, да. Перегрузиться, включить, опять включить, выключить. Ну, например, студенты учатся с утра до позднего вечера. Понятно, что энергии, которые он получает, не всегда достаточно. Потом задачи решать студенты. Ему нужно готовиться к занятиям, наступают. Это, так сказать, преподаватели то же самое. Преподаватели еще более активны. Вот на лекциях кто более активен? Студент или преподаватель? Конечно, преподаватель. Тут его такая работа напряженная. Поэтому так. Вот этот класс состояния был выделен как раз нами, вот, нашей группой. Ну, еще выделен класс неравновесных состояний, состояние далеких от равновесия. Вот сейчас доцент у нас Маргинаевич Юсупов, который вот завершает докторскую диссертацию, он описал, работает с классом познавательных состояний. То есть, ну, состояние, благодаря которым осуществляется фактически познание человека. То есть, он познает предмет, проще говоря, благодаря этим состояниям. Благодаря этим состояниям включаются наши когнитивные процессы и функции, мышление, память и так далее, воображение. Благодаря этим состояниям актуализируются тоже процессы, связанные с переработкой информации разные. Процессы второго порядка более высокие и так далее. Вот это вот класс познавательных состояний. Причем он не только для студентов характерен. Он исследовал врачей, хирург работающий, так сказать, там. Конечно, у него есть схема определенная, но это познавательное состояние. Терапевты и так далее. Не уж говоря о психотерапевтах или психиатрах, которые тоже работают. Потому что без этого, без познания личности невозможно что-то изменить в этом человеке. Конечно, он сам должен меняться, но иногда и врач в этом вмешивается. У вас, может быть, есть какие-то методики, которые вы, скажем, быстро можете научить чему-то? Чтобы сделать это, надо делать то-то? Ну, какие-то рекомендации? Ну, я хочу сказать, что я даже написал книгу «Технологии психической саморегуляции». Она довольно толстая, но такая вот и практика ориентированная. Там все методики собраны, которые я применял в повседневной жизни, работая, ну, как бы консультируя, работая психологом в командах сборных страны, в спорте высших достижений. Есть очень простые методы. И там я описал, собственно говоря, техники разные. Начиная от простых, кончая сложными, включая медитативными. Потому что, ну, каждый человек уникален. И поэтому все его, как бы сказать, проблемы, которые у него возникают, заморочки, что называется, они все разные. Поэтому, естественно, человек говорит, что вот у меня то-то, то-то, то-то. И ты под это подбираешь ту методику, которая, начиная от элементарных методик, кончая, так сказать, сложными, которые он сам может делать. Это и медитации, это различные варианты, аутогенные тренировки, там психомышечные, релаксирующие, там Джекобсона, много разных всяких вариантов, так сказать, вот. Заканчивая там, я бы сказал, такими вот, ну, я, стратегического плана методиками, которые ты стратегию выстраиваешь для себя, скажем, так сказать, вот. Какой ты должен быть, например, так сказать, да. По стратегии ты стараешься этой стратегии следовать. В общем-то, ну, там все собрано. И поэтому, когда человек обращается, говорит, что, вот, например, у меня утром всегда плохое настроение, просто очень, встань перед зеркалом, начинай улыбаться через силу, через минуту начнешь улыбаться, тебе станет легче. Элементарно просто, да. Или, например, я стою очень вялым, и ничего не хочется. Ну, хорошо, сделай зарядку, облезь с холодной водой, ты будешь очень активен. Всего еще в холодное время, да. Это от элементарных, кончая сложными вещами, так сказать, вот, разными. Ну, например, человек говорит, вот в транспорте на меня обругали меня, там, то-то, то-то, меня до сих пор переживали. Я говорю, тут три шага есть. Первый шаг, ты говоришь сам себе, он мне никто. Дальше, следующее, говоришь, я себе никогда не позволю. Говорить так и делать так, как он говорит. То есть ты сразу на дистанцию, ты выше его. В сторону и выше. Да, большая собака никогда на какую-нибудь маленькую шапку не лает. Проходит мимо док. И третий, что ты можешь сделать, сказать себе, ну, вот, потрепала жизнь этого человека. У нас, говорит, больной, наверное, у нас. Больной, наверное, или больная. Все, больной, что с него взять? Когда ты эти правила выучиваешь, как бы, так сказать, стратегически в толпе, ты защищен, ты как-то делился. Так это не только для автобуса, это может везде быть. Такие вещи, они очень элементарные. Потом человек должен какие-то правила знать, что ты в любой момент тебя могут обругать. на кассе, например, так сказать, в магазине, когда где-то еще в другом месте. Ты готов внутренне, да. Причем, как правило, это происходит неожиданно. Неожиданно, да. Ты внутренне готов, да. Ну, взбодрили тебя, да. Вывели из твоего транса. Да, вот, наконец-то я так почувствовал. Где я сейчас, да? Вернули в состояние здесь и сейчас. Конечно, да. Вот резко повысился интерес к психологии. Что происходит? Почему вот в обществе так резко, вот такой прям вот всплеск на мой, вот я так вижу интерес к психологии, практической именно? Причин много здесь, конечно. Конечно, не зря считают, что 21 век – это будет век психологии, науки человека, психологии. Она интегрирует все науки. Дело в том, что, во-первых, как на Западе у нас заметно обособление людей. Если раньше на кухне все обсуждали все вопросы, вот, а сейчас нет. Сейчас люди, кажется, сам по себе, и все очень, как вот эта некая такая патриархальность, которая была раньше, она размывается и, более того, уходит в прошлое. Сейчас другие люди совершенно, независимые, те, которые, так сказать, хотят быть самостоятельными, действительно самостоятельными. Вот. Это первая причина. То, что вот это отношения становятся более формализованными. Второй аспект, который очень важен, это напряженность жизни. Темп жизни чрезвычайно высокий. И люди как-то даже вот замечают, что они один на один с собой боятся остаться. Понимаешь, о чем с собой, самим разговаривать. Когда он начинает погружаться в себя, ему становится плохо, дискомфортно этому человеку. Вот. Это вот напряженность жизни. Она вот создает необходимость опять найти человека, который объяснит, что делать-то. Страхи, тревоги, панические атаки. Страхи, тревоги, да. Все это дело. Вот. Дальше. Это интенсификация, я бы сказал, вот помимо такой-то напряженных отношений, интенсификация всего, что есть. А пино – это тоже напряженность. Нагрузки вырастают. Ну, например, если ранее, например, даже в университете у преподавателя, профессора была нагрузка порядка… Ну, вот в то время я застал 500, 600 часов, так сказать. Сейчас 900. Вот. Все это в совокупности формализованность отношений, размытость вот этих семейных ценностей, так сказать. Вот это напор, который идет с стороны либерализации всяких отношений, что страну как бы вот поддавливает через интернет и всякие другие СМИ. Все это вот приводит к тому, что человек теряется, что делать, как жить-то дальше. Ну, и естественно, что требуется психолог. Ну, и это все переносится, ведь это не только вот так взрослые жизни, это и школа так же. Ценности совершенно другие и стали, так сказать, совершенно все. Многое очень поменялось, и не в лучшую сторону. Поэтому родители обращаются к психологу школьному, взрослые обращаются к психологу, который она консультирует. Организации, опять же, организации обращаются тоже к психологу, как интенсифицировать процесс и не сделать невротиками, скажем, сотрудников. Как вот это все сбалансировать. Много сложностей. Конечно, это требует специалиста, который во всем этом разбирался. Хорошо, если специалист закончил, ну, как бы имеет образование соответствующее, психологическое. А у нас полно тех, кто вообще такое образование никогда не получал, а консультирует. Цыганскими психологами их называют. Ну, да, все мы учились понемножку чему-нибудь и как-нибудь, да, вот это вот. И это дискредитирует фактически нашу науку и нашу профессию. Это чрезвычайно плохо. С другой стороны, Александр Акспиринович, мне кажется, что вот эта цыганщина, извините меня за термин, в какой-то степени вызвана тем, что потребность в психологах сейчас вот именно резко выросла. И рынок естественным образом отвечает на это состояние. Конечно, потому что у людей есть проблемы, но эту проблему не обязательно невротизировать. Людей без проблем нет. Без проблем это те, которые лечатся от геотии, кретинизма, если их можно лечить. Там проблем нет абсолютно никаких. А люди, думающие, всегда имеют проблемы. Проблемы, те, которые у него есть, они фактически заставляют человека размышлять. Потому что вот, понимаете, если ты не думаешь, то нет результата. Поэтому эти проблемы, те, которые приводят к дисгармонии, они не заставляют двигаться человека. Потому что гармония, она смерть, как второй закон термодинамики. Гармония с окружающим миром. Мы придем когда-нибудь к нему, когда умрем. Температура тела будет, например, близка к температуре. Соответственность температуры окружающей среды. Окружающей среды, да. А здесь нет. Это некая дисгармоничность неудобствованных потребностей, каких-то мотивов человека. Она приводит, что он развивается. Человек неудобствован, что он плохо говорит, скажем, на языке. Он развивается, он начинает учить и изучать язык. Он не может решать свои проблемы, скажем, вот у нас взрослые, кто учится психологии. Многие учатся из того, чтобы не пытаться разобраться в своих проблемах. Они идут в психологию. Это побуждает, заставляет действовать. Все достижения, которые есть у человечества и у конкретных людей, они связаны с решением его проблем. К вам, как к психологу, наверное, обращаются же за консультациями, да? Да. С какими вопросами, с какими запросами? С самыми разными. Начинают от проявлений страхов, таких навязчивых, и отношений, так сказать, семейных. По всем вопросам фактически. И заканчивая вот консультированием групп. Раз уж мы коснулись консультации, есть же такая шутка. После встречи со мной мой психолог пошел к своему психологу. Да, это точно. У каждого психолога должен быть свой психолог. Психолог тот человек. Вы ходите? И тот, док, я нет. Я нет. А как же так? Некому идти. А как же так? Нет, непорядок. Вы говорите, да, это нормально, а вы не ходите. Не хожу. Некому идти. Да. Поэтому... А вот когда вы... Извините, да? Когда вы говорите, некому идти, значит, вот в этой фразе подразумевается, что психолог, по вашему представлению, должен быть, ну, выше вас, мудрее. Конечно, да. Пользоваться доверием, да, чтобы вы чувствовали себя в зоне безопасности, работая с ним. Нет. Должен знать больше, чем я. Больше, чем я. Да. И может подсказать мне то, что мне делать. А свои проблемы я сам знаю, и я знаю, как их разрешить. Конечно, я знаю, откуда ноги, что называется, растут. Где корни этой проблемы. Поэтому, иди к корням, я разрешаю. Но некоторые вещи хочется оставить, потому что они как-то тебя взбодривают. То есть получается, что есть просто отдельная специальность. Вот я, например, знаю точно, что полиграфологов, это специалисты по работе с полиграфом, у них запрещено инструкции брать на работу специалистов моложе 25-летнего возраста. Вот если бы у вас была такая возможность, вы бы каким возрастом ограничили доступ человека к человеческой душе? Вы знаете, работа интересна с взрослыми. Те, которые учат у нас, ну, очень заочное обучение с взрослыми. Вот. С ними интересно работать, у них есть опыт жизненный. А те, которые у нас поступают, 18 лет, там, 17 лет, они еще ничего не вырезали. Закончить магистратуру, стать магистром. Вот это вот тогда он уже, можно сказать, полноценный. Пройти разные практики, поучиться на разных практиках. Многие магистратуры еще дополнительно, где-то пытаются получить образование дополнительное, вот, скажем, у нас в Казани. Ну, в основном клиническую психологию ведут еще, поучиться клинической психологии, магистранты. Вот. И тогда они уже... Некоторые еще дополнительно, где-то, да, получают, скажем, развиваются, изучают дополнительно гештальт-терапию, там, скажем, так сказать, нейролингвистическое программирование поглубже, эмоционально, скажем, когнитивную терапию специально, ну, то есть, чтобы иметь какое-то такое... То, что им нравится, короче говоря, где у них получается. Пробуют же всякие методы. Каких-то лучше у тебя получается, каких-то хуже. В общем-то так. Но постарше... Было бы постарше и лучше, чтобы у нас студенты были постарше. Тогда они более осознанно бы учились, понимаете. Еще пока некоторые не совсем зрелые в этом плане. Если бы отношения не были столь формализованы, да, то, в принципе, вот та самая кухонная психотерапия, которую мы оказываем друг другу в обычном общении, она бы снимала напряжение, а из-за того, что ее сейчас просто минимум, человек вместо... Но ведь, с другой стороны, психологи сами говорят, что кухонная вот эта вот психотерапия бытовая, она на самом деле не помогает, она как бы, ну... Там же советами она же грешит. Мы же все начинаем друг другу советы давать. А совет — это продукт твоей, собственно говоря, жизни, твоего опыта, и он к другому отношению, к другому человеку отношения-то особо не имеет. Вот с этим как быть? Да, я понимаю, неформальные отношения в семье, там, с родителями, с друзьями, с родственниками, это скрепляет, это скрепляет семейные отношения, семейную систему. Но с точки зрения, ну, решения психологических проблем человека, который у него есть, она... Но они же не будут решаться без специалиста, все равно. Я согласен с вами. Но дело в том, что очень часто в силу формализованности человек хочет просто выговориться. Знаете, и поэтому выговориться он может на кухне, например, с человеком, который близок ему, который его понимает. Он выговориться может в кафе, сидя с кем-то. Можно выговориться сидя на заваренке, на скамейке, так сказать. Выговориться, скажем, в поезде, опять же. То есть там, где он может выговориться. Он может пойти к психологу и там выговариваться. Но вот это вот выговориться, снять с себя напряжение, он может. И во многих случаях, я бы сказал, человек приходит к психологу только выговариваться. Выговориться полегче, а ушел. Но если какая-то проблема такая серьезная, где-то, так сказать, его зацепило, и, конечно, ему очень сложно, тут, конечно, начинается терапия, консультирование, коррекция. Понимаете, тут вот всякие моменты, так сказать, есть. Поэтому и обычно говорят, психолог не должен давать совет. Нет, иногда и надо советы давать. Не надо и совет дать. Я уже приводил пример. Что делать, когда на тебя кричат в автобусе? Ну, это как бы не совет. Это вы дали научную рекомендацию. На самом деле. Совет мой, да. Я посоветовал. Или, скажем, в зеркало посмотри. Под вашим советом, касающийся конкретной ситуации, лежит научный опыт, эксперимент, научные исследования, доказательная психология. Это было когда-то, а уже в конечном итоге кристаллизовалось в виде такого совета. В виде вашего совета, житейского опыта. Конечно, да. Если мы идти туда дальше, мы начнем, мы возьмем концепции, теоретические концепции, скажем, эмоциональная регуляция, говорящая о том, что мышечные импульсы влияют на состояние, скажем, так сказать, и прочее. Зачем это? Человеку нужен совет, что ему надо? Теорию нужно рассказывать. Психолог должен знать теорию. Человек совет. Вот так делай, и все. Тут в тренажерных залах советы дают, а за советами находятся какие-то исследования. Вот. То же самое и здесь тоже может давать, которые проверенные. А как вы думаете, как должен происходить выбор своего психолога? Знаете, какой-то внутренний голос человека есть. Вот внутренне чувствую, что он мне сензитивен, так сказать. То есть я как бы резонирую ним, как вот Сергей Владимирович Петрушин, у него есть резонансная терапия, так называемая. Вот он ее называет резонансная. Вот я с этим человеком как-то внутренний близок. Чувствуешь, когда с ним начинаешь разговаривать. Человек, он присоединяется к тебе, и ты присоединяешься к нему и в телесном плане, и в душевном плане, и, так сказать, в интеллектуальном плане, эмоционально. И вот такая резонация получается. С ним получится, в психологу. Да. Поэтому одна из проблем, кстати говоря, в консультировании, это присоединение. И как говорят профессионалы, неделя уходит на то, что присоединится к человеку. Чтобы он тебя пустил, да? Да, пустил, да. Потому что степень, как бы вот, глубины общения, внутреннего, как бы сказать, глубины и доверия, она совершенно разная. Понимаете? Есть вещи, которые люди никогда не говорят. А вот когда человек по-настоящему присоединится, тогда выговаривает все, что есть. Поэтому одна из особенностей профессиональных психологов, как раз вот такое присоединение. Ну, а потом отсоединение, конечно. Отсоединение важно, причем для обоих, наверное, да? И для психолога, и для клиента. Для психолога особенно. Знаете? Потому что он начинает жить этой проблемой. А зачем ему это? У него свои заботы полны. Ну, вы знаете, на самом деле, вот кто-то, то ли Фрейд, то ли Юнг сказал, что работа – это как ботинки. Домой пришел, снял. Но ведь не получается так. Не, не получается, да. Поэтому вот есть данные, говорящие о том, что психологи живут меньше, чем обычные люди, лет на 10. Я вот так слышал о тех, кто медицинских психологов. Не знаю, так или нет. Вот из ваших слов следует, что каким бы психолог профессиональным не был, раз вы говорите, нам нужно друг друга почувствовать, то все-таки, когда мы приходим на сеанс консультирования или психотерапии, мы все равно фоном общаемся с человеком. Не с профессией, не с квалификацией, не с компетенцией, а с человеком, да? Ну, он фонит все равно. Ну да. Но, конечно, мы ориентируемся на личность. Но подразумеваем, что он профессионал, естественно. На личность ориентируемся. Больные ходят к хорошему врачу, который с ними разговаривает. Получается, что психологом хорошим может стать хороший человек. Та же, получается? Ну, тот, кто хорошо присоединится. Я не могу сказать, хорошее, но и плохое. Кто умеет хорошо присоединяться. Умеет хорошо присоединяться, да. Вот это профессионально. А хорошее, но и плохое, это уже вторая сторона. Это уже такая оценка больше нравственная. Тут уж не по-разному. Конечно, вот человек, который в морально-нравственном плане более высокий, то ему легче присоединяться. Да, потому что внутренне ему это проще сделать. Ему не надо переходить через свои установки враждебности или там еще чего-то. Раз уж вы сказали, что да, можно давать советы. Вот какие советы человеку, допустим, когда вот он подходит к какому-то такому возрастному кризисному периоду? У мужчин 40, у женщин пресловутые эти 40 лет, да, у женщин там 40-50 по-разному. Вот надо как-то сохранить, надо как-то что делать? Куда бежать? Где спасаться? Вот в моей практике ни одного не было мужчины, который бы говорил, что у него кризис. А у моей, знаете, сколько таких? Ну, это у женщин, может быть, кризис. Нет, мужчин как раз. Да, серьезно. Да, серьезно. Ни разу ни один мужчина мне на свой кризис не жаловался. Бывают кризисы такие как бы биографического плана, когда на жизненном пути кризис. То есть у него, так сказать, меняет работу, например, и, скажем, эта работа не то, а он ошибся в смене работы, понимаете. Вот это кризисное, так сказать, он начинает получать меньше денег, и там престиж ниже, там, да-да-да-да-да-да-да-да. Человек уходит с работы, скажем, вот как кризис, это на пенсию уходит. Это все биографического плана кризиса. А такие, которые вот как бы связаны с различными изменениями биологического плана, например, так сказать. Но они же психофизиологического больше. Да, психофизиологического, да. Ну, как вот, так сказать, это человек потерял любимую работу. Конечно, это психофизиология, он переживает. Но дело в том, что тот кризис, который, вы говорите, возрастной. Вот он не возрастной, он биографический. В биографии поменялось этого человека, понимаете, какая штука. А возрастные кризисы другие, скажем, так сказать, кризис подросткового возраста, климактерический период, там, это возрастные периоды. Они вот совершенно другого плана. И, естественно, консультации психолога, скажем, человек, который вот, ребенка, который находится в подростковом возрасте, консультация родителей по этому поводу, это одно. А консультация человек, который вот консультируется по поводу своей вот потери работы, это совершенно другая ситуация. Это, да, те состояния, которые возникают неравновесные у этого человека, они по-другому, так сказать, по-другому, подход другой совершенно. Если, скажем, кризис подросткового возраста или климактерического периода не избежать, то здесь вот совсем по-другому все. Когда ты знаешь, какие зависимости есть, что от чего работает, что на что влияет, ты можешь этот вопрос решать. Вот приведу пример. Однажды обратилась мама на дно по поводу своей дочки, и дочку привезла. Она во втором классе. Плохо стала учиться. В первом классе пятерки получала, а в втором классе уже там тройки, четверки, все съехало. Я спрашиваю, девочка так поговоришь, не чувствуется, не глупая, все с интеллектом, все хорошо. Хорошо, у мамы спрашиваю, а у вас у вас кроме специальной школы куда-нибудь ходит еще? Да, она ходит на фигурное катание, она занимается английским языком, она музыкой занимается, и ходит изобразительные там вот это рисует. Я говорю, вот сами-то потянет такую работу. Ну что вы мне говорите, она мне говорит, вот у меня сын, сейчас он в девятом классе учится, вот он все это было, все у него нормально. Я говорю, сын-то у вас один, у него все равно одна психофизиологическая организация, а у вас дочка другая, поэтому половину сразу убираем. И через месяц ко мне прийти, спросим, как что получилось. Через месяц поеду, да, все, опять лично научил. Стала получать отличные оценки. Ну тут это, знаете, вот нужно все это посмотреть, чудо как. От нагрузки зависит, ребенок другой, он более эмоциональный, более тонко организованный, у него совсем другая нервная система у этой девочки, по сравнению с этим пацаном, который там. Поэтому так, это везде индивидуальный подход. Есть общие закономерности, есть общие закономерности, есть специфические закономерности. Ну, скажем, вот состояние, ну, состояние, конечно, общее. Мы студентов учим сухой остаток, вот имеют структуру, функцию, это все сухой остаток. Есть типичные состояния, типичное состояние преподавателей, типичное состояние студентов, например, типичное состояние, скажем, человека в такой-то профессии. А есть индивидуальное. Переживание радости, оно индивидуальное. У меня одно, а у вас может быть другое. Но в то же время структуры одна и та же, составляющие разные могут быть, но переживается одинаково, потому что ядро, оно и дно и то же. Поэтому, когда ты должен индивидуальную особенность выявить, там уже, а тут уже начинается работа. Какая дорожка вот у конкретного человека вот к этому чувству, к этому состоянию. Да, к этому состоянию, да, как он у него, почему оно актуализируется, это состояние, в каких ситуациях актуализируется, как оно влияет на него, как и так далее, и так далее. С какими свойствами у него личности они связаны, в каких ситуациях, в каких этих самых событиях оно бывает, когда он переживал, как раньше проходилось оно негативное такое, что он делал. Ну, тут много чего, так сказать. Поэтому это такая вот работа, это индивидуальное консультирование. Но если там, конечно, затронуты пограничные какие-то моменты, то уже применяются методики, которые имеют отношение к невротическим состояниям или реактивным, типа панических атак, например. Ну, то есть это зависит от того, какая проблема как. Специфично. Да, может, это просто вот улыбайся перед яхом, и все у тебя будет хорошо. Я хочу пройти по той самой дорожке, по тропинке, о которой вы сейчас говорили, которая ведет к состоянию ваш, к вашему состоянию, допустим, радости. Вот вы, когда поднимались на сцену за получением золотой психии, нам, наверное, еще нужно рассказать зрителям, что это за такая золотая психия, что это за... Ну, это высшая профессиональная награда в области психологии. Кстати, я специально выписала, какие сложности этот человек должен пройти, чтобы ее получить. Здесь же прям вот... Так, это главный приз ежегодного всероссийского конкурса проектов в области психологии, который присуждается по итогам трех независимых голосований, экспертного, читательского и редакционного, а победителей определяет большой жюри 50 наиболее авторитетных и уважаемых членов профессионального сообщества. Ну, по-моему, это... Можно это сравнить с Оскаром? Да, ну, с психологическим Оскаром. Ну, есть разница между первой и третьей ощущениями? Ну, третья спокойнее значительнее, чем первая. Когда ты первый раз выигрывали, скажем, стал чемпионом, это одно, а когда ты уже стал третий раз чемпионом, то это уже другое состояние. Шо, опять, да? Неужели опять я? Приятно, но это как бы радикалы эмоциональные и интенсивность состояния ниже. Ну, это всегда так, это уже как повторение. Ну, пусть и другие выигрывают. Как так. А есть какой-то в вашей жизни сейчас компонент, который постоянно вызывает вот это вот чувство радости, как будто она вновь? Ну, работа со студентами, магистрантами, интересна всегда. Всегда новая? Всегда новая, всегда интересная. Из того, что вам еще предстоит, допустим, в этом, в следующем году, что больше всего вдохновляет? Ну, во-первых, конечно, путешествия. Есть уже... Хочется что-то такое замутить, интересы. Есть варианты, да, очень такие серьезные. Ну, пока я не буду их озвучивать, а вдруг, так сказать, это не получится. Вот. Но они российского характера? Да, я хочу съесть те места, куда очень тяжело добраться. И требует большой нагрузки и прочее. Ну, и, конечно, вот работа исследовательская. Тоже она такая... Ну, она... То есть тут какая-то такая радость нового открытия. Здесь, конечно, большой труд. Большой труд. Ну, у вас последняя книга ведь не так давно вышла. Вы уже следующую пишете? Пока нет, думаю. Книга, да, вышла в этом году. И там, конечно, ей предшествовали несколько лет, я скажу, лет шесть исследований. Ну, и потом долго писалась такая очень сложная проблема, где не знаешь, как, куда идти, я бы так сказал, понимание этого явления. Как она? Я до сих пор не уверен, что все правильно сделал. Правильно я понимаю. Это относится к фундаментальным, как бы, основаниям психологии. Поэтому фундаментальная наука, она, вот, отличается от прикладной. Прикладная, понятно, приложил к чему-то. Приложил фундаментальное к чему-то. Приложил фундаментальный психоанализ, конкретное. Приложил концепцию гештальт, конкретное. И так далее, и так далее. Понимаете. Вот. Поэтому, естественно, вот. Это требует больших, больших, как бы, вложений энергетических, интеллектуальных. И, ну, здесь нет, как писал знаменитый ученый, нет столбовой дороги. Предлагаю вам побыть немножко в роли Соломона. И рассказать нашим зрителям, вот, буквально, в трех словах, рецепт своего, ну, успешной жизни. Такой вот. Никогда об этом не задумывался, в успешной жизни. Ну, человек, вы всю жизнь занимаетесь своим любимым делом. Это не признак успеха? Не знаю. Удовлетворенность же является признаком успеха, удовлетворенность. А кто сказал, что я удовлетворен? Ну, вы занимаетесь любимым делом, нет? Ну, я занимаюсь любимым делом, да. Ну, я рад, что у меня есть любимое дело. Слава Богу, что... Или для вас удовлетворенность то же самое, что гармония? Если я удовлетворен, я перестану продвигаться дальше? Ну, я хочу сказать, что я стараюсь идти вперед. Понимаете, есть люди, которые идут вперед спиной. Так вот назовем, спиной идут. Вот. Я стараюсь идти все время вперед. И в этом плане мне всегда вспоминается Рэй Брэдбери «Виной за дуванчиков». Есть у него замечательное произведение, когда он говорит, что одевайте кеды, несись вперед, невзирая ни на что, и тогда это твое. Вот и я стараюсь так вести вперед, и все. Ну, так вот, наверное, вперед, вперед. Так это и есть рецепт замечательный просто. Хорошо, ладно, пусть будет рецептом. И так вот, вперед. Бывает, человеку трудно что-то начать. Первая минута трудна, а потом все идет. Вот, встаешь, вперед, пошел. На этом наша передача подошла к концу. Я еще раз благодарю вас, Александр Октябринович, за то, что вы нашли время, возможность к нам прийти. И подарили нам столько времени, замечательного, интересного разговора, живого разговора. Я надеюсь, что ваш день еще продолжится, с учетом того, какой он у вас насыщенный. И будет такой же интересный, как и наш разговор. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин